Музыка Не ожидал, что рядом, в 100 километрах от Москвы, обнаружится концлагерь. Властям можно всё, а всяческим плебеям нельзя ничего. Вот если суд завален этими жалобами... А соседи и управляющие компании пытаются помешать вашей деятельности? Значит так, примерно полгода назад я обошёл все подъезды, все квартиры своего подъезда и спросил, хотят ли они... Не против ли люди того, чтобы я достоверную информацию размещал в своём подъезде, на своей площадке. Если у них желание есть, они могут прийти и познакомиться. И по правде говоря, ни одна квартира не возражала. Полиция приходила недавно, возмущалась надписью, что к сведениям полицейских, что размещение информации согласовано с жильцами на этом стенде. Каким образом? Я ей объяснил, она ушла уже без претензий. Не было ли случаев, чтобы повредили ваше оборудование? Такого не было, потому что я на ночь снимаю, потом ставлю на день днём. Кроме того, оно под сигнализацией. То есть, если кто-то захочет снять, то сработает сигнализация. Субтитры создавал DimaTorzok А вы сам голосовывали? Так это ночь еще пикет можно спросить. А где вы видите? Давайте отойдём, чтобы было ночь. Я корреспондент. Мы отошли. Вы сами нас подтянули сюда. Где вы видите, что я пикет? И мы мимо проходили. Пойдём рассмотрим. В прошлый выходной вы здесь были? Скажите, пожалуйста. Нет, не было. Вот, допустим, ранее до ковида нам постоянно блокировали места в центре города для проведения наших публичных мероприятий с помощью провластных активистов. То есть, они буквально, якобы, за 5-10 минут до нашей заявки прибегали, взмыленные в мэрию Белгорода, подавали заявки. Именно на тот же день, на те же площадки, что и мы. И заявки, проведение пикетов и митингов у них было продолжительностью 12-14 часов. Ну, то есть, на весь ситовой день для того, чтобы полностью застолбить время, чтобы у чиновников из мэрии был формальный повод сказать, что вот видите, площадки уже и не заняты. Скажи, а ты знаешь, кто должен зажигать новогоднюю елку? Дедушка Мороз. Но одного Дедушки Мороза не хватит, наверное, чтобы зажить главную елку областного центра. Для этого нужна мощная волшебная сила. И вот она. Здесь полсотни дедушек и столько же его помощниц, а еще сказочные персонажи. Немножко разогреемся. Если вы говорите, сейчас начнете, как я предполагаю, говорить о Дедах Морозах, а почему им разрешили. Не разрешали. Они обращались ко мне с согласованием. Вот взяли и провели. Не успели наказать. Наверное, недоработка полицейских. Надо было оштрафовать Деда Мороза. Какого-то. Надо было, наверное, да. Мэр говорит, мы эту акцию с мэрией не согласовали. То есть, он сам с собой не согласовал или как? Ну, то есть, получается, по его словам, организаторы не согласовали данное мероприятие в мэрии. Тогда какого ж тогда рожда? Он возглавил эту колонну и шел с ними и участвовал в этом мероприятии. Мы подготовили город к тому, чтобы он был красивым, чтобы горожане приятно провели и встретили предстоящий Новый год. Начинаем, открываем, разворачиваемся все весело, вперед в 21-й, ничего не боимся. Ура! Ура! 90, даже, наверное, больше уже. Надо посчитать. Более 90 жалоб, условий СПЧ. Из них где-то больше 20 уже коммуницированы. Я считаю, что единственной возможностью добиться соблюдения в России прав, гарантированных Конституцией, это действовать через Европейский суд по правам человека. Детский сад. Но по-другому я считаю, что не могу делать, иначе будет противно на себя смотреть в зеркало. В любом случае я собираюсь находить любые способы борьбы с режимом, который многие считают откровенно фашистским. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова